Видео посвящено модельному ряду юнитов SkyNet из игры Terminator Genesys Future War. Большая часть информации является вольной фантазией Антохи Игроеда на тему возможного расширения в лоре данного игрового проекта. Боец Сопротивления, этот материал предназначен специально для тебя. Я Капитан Саймски и не терплю лишних вопросов. Слушай внимательно и усваивай на лету. Возможно, эта информация спасет тебе жизнь и позволит выиграть несколько секунд драгоценного времени в бою. Наш общий враг – SkyNet. Он никогда не спит и не нуждается в отдыхе. Его боевые единицы постоянно совершенствуются, и единственный способ одолеть их – это действовать быстро, методично и не давать времени стянуть силы и подкрепления на местах основных ударов. Генерал Коннор приведет нас к победе, но для этого ему нужны хорошие солдаты. Возьмемся за твою подготовку. Итак, начнем. Терминатор Т-810 проходит под разными кодовыми маркировками. Эрейзер, пластик, стиратель или... Чистильщик. Хотя последнее время все больше за ним закрепляется именно Чистильщик. Знаешь почему, боец? Потому что там, где он побывал, не осталось никого. Ошметки тел, изуродованные защитные сооружения и полное отсутствие уцелевших. Боевая группа этих железных сволочей способна вычистить в прямом смысле слова наши позиции. Но SkyNet явно сознает серьезную угрозу в лице сопротивления, раз продолжает непрерывно совершенствовать свои машины. Чистильщик – это дальнейшее развитие 800-й серии. Нетренированный боец может практически не заметить разницы, и это станет последней ошибкой в его жизни. Т-810 имеет усиленный каркас, выполненный все из того же гиперсплава, что и Т-800. Усиления коснулись преимущественно несущих узлов и сочленений. Также были усилены приводы гидравлической системы. Из-за этого терминатор визуально выглядит немного крупнее, шире и толще 800-ки. Впрочем, несмотря на все это, крупный калибр огнестрельного оружия по-прежнему представляет для него серьезную опасность. Так что если на огневой точке есть браунинг 50-го калибра или барретт, не стоит сбрасывать их со счетов. Бронебойный боеприпас такого оружия вполне может остановить чистильщика. Приоритетные цели в таком случае – это голова, глаза, открытые шланги высокого давления. Т-810 чистильщик значительно доработан и менее восприимчив к эффекту баллистического шока. Мелкокалиберное оружие практически бесполезно. Даже бронебойный патрон стандартного карабина практически не имеет шансов. Если только ты не чертов везунчик и не выбьешь этой сволочи глаза первой же очередью. Потому что на вторую у тебя не будет шансов. По степени мобильности чистильщик ничем не уступает Т-800. Впрочем, разведка сообщает, что передвижение своим ходом в составе ударной группы выглядит немного медлительнее. Этот терминатор также может имитировать человеческую речь, а его процессор содержит максимально обширную базу данных об анатомии человека, а также всех известных видах транспорта и вооружения. Т-810 может быть покрыт органическим камуфляжем, имитирующим человеческую плоть. Но такое может обмануть лишь неопытного новичка или только при неправильном определении дистанции до цели и ее пропорций. В любом случае, чтобы замаскировать свои габариты, терминатор скорее всего использует мешковатую одежду сродни длинного плаща или нескольких слоев обноса к разной степени годности. И пусть реальный запах пота и тепло тела не обманывает вас. Незнакомый здоровяк среди руин наверняка машина в человеческом облике. Если вы захотите его потрогать, чтобы в этом убедиться, это будет последнее, что вы сделаете в своей жизни. Но если же случится так, что чистильщик схватит вас живым, молитесь, чтобы вам хватило сил и мужества не выдать расположение вашего подразделения или укрытой опорной точки. Поймите, в такой ситуации вы уже точно не жилец, а на кону будут стоять жизни ваших товарищей, женщин, детей. Нельзя допустить проникновения чистильщика на объект сопротивления любой ценой. Помимо очевидной угрозы, которую несет в себе Т-810 чистильщик, хочу обратить внимание на его вооружение, которым его оснастил Скайнет. Это высокомощная плазменная винтовка, производственный индекс которой нам пока не удалось установить. Среди бойцов сопротивления она пока проходит под индексом APR-50 Assault Plasma Rifle. Может показаться, что она немногим превосходит вес образцов оружия сопротивления, но это не так. Оружие лишено прицельных приспособлений, что создает определенную проблему при использовании его как трофейного. Для чистильщика это, само собой, проблемой не является. Эта мощная винтовка весит 20 кг, что также делает ее малопригодной для оснащения наших солдат. Столь большой вес обусловлен сложной системой охлаждения внутренних структур оружия. Скайнету удалось повысить температуру и начальную скорость плазмоида, значительно увеличив его пробивную способность. Плазмоид – это поражающий элемент плазменного оружия, аналог пули в баллистическом. Надеюсь, это пояснение носило символический характер, и ты и так это знал. Эффективная дальность огня данного оружия APR-50 – 500 метров. В условиях городской застройки или пересеченной местности этого более чем достаточно. Броня, бетон, асфальт – ничего не устоит под ударами высокотемпературной плазмы. Я уже молчу про человеческую плоть. Попадание с данного оружия практически всегда летально. Вам повезет, если плазмоид в одно мгновение пережжет вам руку или ногу, тогда у вас есть хоть и небольшой, но все-таки шанс уцелеть. От кровопотери вы точно не умрете, так как рану прижжет мгновенно. Из недостатков этого оружия – относительно низкий темп ведения огня. Если удастся заполучить его в виде трофея, лучшее применение – это установка на подвижную платформу или на заранее подготовленном оборонительном рубеже. Обратим оружие Скайнета против него самого. Анализ боевых данных говорит о том, что Т-810-чистильщик наиболее эффективен против живой силы и низколетящих воздушных целей. Его боевой процессор практически идентичен процессору Т-800, так что его поведение на поле боя будет примерно таким же. Максимально эффективные методы противодействия – это мобильные отряды с тяжелым вооружением и тяжелая техника. Ну и, конечно же, твоя смекалка, боец. Так что будь бдителен, сохрани свою жизнь и уничтожь как можно больше железок. Все, инструктаж окончен. Субтитры создавал DimaTorzok